Мир вашему дому! Обнимашки! Как вы здесь очутились? Я с батюшкой. Батюшка, ну давай за стол. Да меня тетя Валя ждет. Ну лепешку вашу отщипнула. Это рыба. Бурись отсюда. Рыба. Ваша рыба. Здесь караси. А уже деньги отданы за нее. Нисколько не стоит. Нисколько не стоит. И караси тут, Володя. Караси и ментай. Ну это отдай вот ему поеду Устиновым. Почему Устиновым? Тетя Таня сказала в лагерь братьям есть. Все. Все прибираем. Так знаете, сейчас все Устиновым отдаст. Есть место? Место есть. Кот уже вон видите, а вы говорите Устиновым. Мразилка не будет открываться. Ну че вы рассказываете, как живет здоровым. А ты сама за рулем? Что сама? За рулем то. Ну конечно. Я думаю ты с Александром. Нет. Александр с ребятишками. А я в командировке. Ребята че там. Вам повезло. Вам все не с рыбой наверное да там? Да. Будете меня рыбой угощать? Останусь у вас покушать. Отходи, Катяша. Мы то без рыбы сегодня. А почему не я, Игнатик Петрович? Ну а кто батюшку повезет? Вот я и спрашиваю. Ну не знаю. Батюшка мне спросил неделю назад еще. Я говорю, ну че, я ребятишек от школы отпрошу, учатся хорошо. И все, и приеду, попроведая вас тут. Молодец. А где ваш брат третий-то Никита? Он сейчас пчел. Никита родился у нас пчелами. Да пчелами ухаживает. У матушки? Да. Так что теперь сейчас садись у нас, сотового меда поешь. Обязательно. Пойду руки сейчас. Давай. Володя. А руки где мыть-то? Там вода есть? Лучше надо здесь где мыть. Вот здесь лучше помыть. А где здесь? Вон, тазик наливай этот. Побежим. Вон там, добери. А там вода холоднючая. Где холоднючая? Ну там, маленький. Ну да, лучше тепленькая. Я без вечно растила. Приехала, там влаги. А что вы шторки не открываете? А что у вас как в склепе темно? Игнатьев, что вы свет включили, а шторы не открываете? Не мыло, ничего. А свет тут же плохо проникает. Что она хочет от нас? Приехала тут. Она говорит, почему-то свет включили, а шторы закрыты. Ну, она так лучше снимается. Про шторы речь идет. Вон что. Она говорит, сидите-ка в склепе. Так и есть. Это считается похвала для святых. Признаешь, что все, что нам не скажут, и мы это все так принимаем, то это похвала. Вот, допустим, на меня нападают. Нападают какие-то не чужие, а свои. Что я в заплатах. Это означает ничего больше нет. За заплаты мои нападают родственники. Какие родственники? Ну, где-то живут в других местах. В Америке там это другое. Я говорю, кому я, в первую очередь... А нормальные заплаты? Нормальные. Сам пришил, ни копейки нету. Ни один не потратит, ни копейки. Я вам скажу, почему они на вас нападают. Мода сейчас другая. Сейчас в моде дырявые. Вот ходят они, джинсы дырявые. Нет, я не люблю дырявые. Это ты сама знаешь. Как ты Кадырка, я сразу зашей, зашей. И Володя зашивает себе где? Подражает ему. Да почему он подражает? Всегда так было. А чтоб не подражал, ходи дырявый. Да. А Господь сказал, накладывай в заплату. Мы тут для глаз сделали, стамины сделали, да? Ну-ка, давай садись за стол. Молимся. Давай. Господи Боже наш, слава Тебе. Отче всех на Тебя, Господи, уповай. Ты даешь им пищу его благовремени. Отверзай, что ты щедрую руку Твою исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. За молитву перечисывайте Матери всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божьей милости будь не грешен. Господи, помилуй меня. Вячеславец и грешил Господи. Прости меня грешен. Помилуй. Садись все сразу. Нам надо вытереть, Володя, где тряпка. Давай. Руки помыть? Я помыла уже. Я тебе налью. Пои. А я уже помыла, Игнать Тихонович. Я уже сходила. Я хочу вытереть со стола. Володя, что у нас есть такое, чтобы лицом в грязь не ударить? Давай с вами. Да ладно, давай. Да, я с вами вот это поем, уже не ударите в грязь. Сейчас, Володя, дам еще тебе там мёд. Давай, Володя, мёдико. Давай посади. Мы тебя сначала одну покормим, потом сами. А что вы со мной? Давай. Ложка где? У вас ложка одна. Где ложки? Вон. Ложку дай, Ванну. Меня тетя Ваня ждет. Я с вами быстренько, быстренько. В 5 часов, знаете, да? Володя пишет лепешки сам. Да, да, это я попробую. Вы знаете, что в 5 часов молебен будет? Сегодня? За путешествующих. Но ты уже уедешь? Нет. Так? Я после молебна и уеду. Так это после молебна лучше бы ты не ездила. Почему? Потому что ночь одна. Я не одна. Одну бы меня муж не отпустил. Я с отцом Акимом. Всё. Увожу. Морковка и эти. Ну вы ешьте-то. Ей же 5 минут и она будет плохая. Ешьте. Это правильно. Володина духа. Выключай камеру. Садись. Мы с Володей сейчас проехали по местам моего детства. И всё засняли. И везде, я говорил, будет 9 роликов. Роликов 9. Иначе, чай дайте. Смотри. По лагерному поем, а? Да. Да. Добрый день. Добрый день. Да, только что подъехала. Это у нас, я только натер. Огурец. Петлюба. С морковкой. Петлюбочка, мир вам. Я к вам заеду минут через 15. Сейчас маленько с братьями пообщаюсь. Угу. Давайте с Богом. Реально. У меня поручение. Петлюги. 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 Вы наверное про нас всё знаете. Ну да. Про вас вся страна и за рубежом знают. Люди к вам приехать хотят. Да. Видишь, нас подтолкнули к этому. Власти. Мы бы сами-то не догадались это дело. То, что готов. В одном доме у нас будет мальчики, а в другом девочки. И можем даже в четырех домах будет. О, вообще. У нас не лагерь будет, а турбаза целая. Это всё как надо. Всё вдумано. Советуют в моём доме девочек держать. Вот Володя советует в его доме девочек держать. Почему я? Другие советуют? Другие? А у нас будет не держать, а там размещать. Женщины. Нина, пожалуй, уже готова с нами. Мы с ней сегодня разговаривали. Она говорит, Галя, если через неделю с тобой, то и Богдас приеду. Мы вас отдельно поселим. У нас будет пятый дом. Твои ещё там человек несколько. У нас есть где, где машина стоит малыш, где малюки нажали. Там отдельный домик. Он наш. Я вот приобрёл. Эти два. Кстати, Игнатихович, по поводу этого домика. Татьяна там мою книгу оставила, она мне очень нужна. У вас ключи от дома далеко? Дадите мне, чтобы я... Да, там без ключа стоит. Можно я зайду в ваш дом тогда? Можно. Нет, там замок. Замок, там замок. Там замок не закрытый, так просто. А, так просто. Ну я зайду тогда, хорошо, с вашего разрешения. Маленько ещё и, Володя, ставим. А всё, я уже. Кушай, Володя. Полную ложку бери. Да будут глазки твои здоровые. Бери. Спасибо Христос. Володя, твоё. Так, дай чашку её отложить. Ну что я так пою? Я так пощипаю. Ну сейчас отложим. Ну ладно. Как скажешь мне. Давай-ка. Давай. Володя... Никита приносит, Володя делит. Много сильно не клади. Тут строго распределённо всё. И поэтому у нас такая тишина и мир. Ну вот если Никиту не увижу, поблагодарите его за меня. Вот всё, так. Лепёшки. Сейчас я маленько отрублю вашу. Так, вам-то супу надо налить. Да. Не можешь дать. Как я рада с вами хоть маленько побуду. Слава тебе Господи. Угу. Угу. Саше поклон передавай. Хорошо. Приветствую. Угу. Девчонки-то приехали. Они как? Что как? Что они как? Дома-то как встретили их? Не хуже они стали у нас? Угу. 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 У меня тётя Валя ждёт там со своей горошлицей. Ладно, ладно, ладно. Я уже вас уважу, тётя Люба уважаю, её уважу. Уеду сытая. Угу. Значит, у нас какая задумка сейчас? Я Володе сказал. Вот он сейчас сеет, видишь, какой горкой мука. Угу. В новом доме его из печь хлеб. Угу. Угу. Маленько не хватает там трубу, бандаж не привезёт Игорь, но уже можно. Один метр трубы выставили. А там русская печь? Да. Угу. В обоих домах русская печь. Мы будем договорились так. В одном доме сегодня обедом, завтра в другом. В гости друг другу будут ходить. А занятия, утренние молитвы, всё будет здесь. Потом раз по домам нигде никого нету. И что мы с чашками будем с одного дома в другой ходить? Гляда. Шурупим. Так кто тут за столом? Высаду уже застала, если смеяться будешь. Хорошо. Или ложкой по лбу. Ну, давайте я лучше. Видишь, как вот они приезжают теперь. На лагере. Прокуратура. Там что-то где-то. Там какие-то санкции. А на что станции? На лагере. Какой лагерь? Где он? Его нету. И лагеря-то нету. В ночь, когда дети бежали отсюда, это было 18 июля. Я вот 22 часа ликвидировал полностью. Всё. И восстанавливаться он больше не будет. Потому что при этих условиях содержание его невозможно. Всё, подключили здесь. Все мирские органы, милиция, полиция, прокуратура, суды. Чтобы дети были шармачами. Задача стоит. Новое поколение сделать манкуртами, бродягами. Чтобы ни одного лагеря не было. Вот к нам приехали из Свердловской области. Говорят, ни одного лагеря нету в регионе. Ни одного. Одна женщина сделала палаточный городок, баптистка. Она на 6 лет моложе меня. Прикрыли, закрыли, оштрафовали. А она сделала во дворе у себя. Я говорю, вот это ошибка, это лагерь. А это в гости приехали. Мы по домам рассредоточились. Живут как люди в гости. С родителями вместе. Это ещё вариант лучше. Так что, а остальное у нас главное, это опыт жизни. Он может здесь даже больше быть. Они по домашним делам будут истряпать сами, и всему учиться. Так что, готовьтесь. Там Политекино пусть готовится. У нас есть кого взять? Взять-то есть кого? Ничего, Бог усмотрит. Ну, вот это да. А ты говоришь, шторки закрыты, открыты. Нам снимать так лучше не забивает. Вот почему. Иначе записи ничего не видно. Как нога выводит? Да слава Богу. А Никита, как здоровье-то? Отошел? Да, немного простывший был. Сейчас вроде ничего. Так. Садись. Кошку белую принесли. Потому что, предположительно, могут появиться мыши. Ну-ка, дай мне место. Я уж представляю, какая у нас будет кухня. Да. Продуктами обеспечен. Все остановит по ходу. Ну, а там дом вы ремонт будете делать или как? Какой дом? Мы делаем наружу пока. Внутри никто не живет. Зимой может заблезать. Мы не знаем когда. Наверное, начнем обклеивать. Да, нам сестра уже сказала, Галина. Ага. Батюшка сказал, в 5 часов молебен. Если сможете, подходите. У нас тут и луковка, и чесноковка. Паргу задать. Мне еще в двух домах надо побывать. Место надо оставить. Саша там смотрел, как ты их водила здесь? В Роснадзор так. Не знаю, смотрел или нет. Я сама посмотрела от начала до конца. Нормально все. Если они поставили задачу уничтожить, ничто не поможет. Бросим миллиарды рублей. Они все равно идут. Палочка какую-то отдельно. Палочка. Ногомойки нужны. За столом нет звука. Ну, все, все. Все, я пошла. Давай, благодарить Богу. Господи, я Христи Божий, на что ты насытил на земных твоих благ. Не реши нас и небесного твоего царства. Но как мне, когда ты пришел и встав посреди учеников твоих мир, да я им. Так приди к нам, Спаситель, и спаси нас. Господи, слава тебе, что ты сохранил нас в пути с отцом Акимом. Милосердный Иисусе, не оставь нас и на обратном пути. Пошли нам доброго твоего ангела-хранителя. Сохрани здесь братьев наших. Игнатия, Владимира, Никиту. Благослови их в их трудах. Садилай все по воле Твоей Святой. Доведи нас до Царства Твоего Небесного. Слава тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Ну, спаси вас, Христос. Спасибо, Христос. Еще увидимся. Слушай, когда селились здесь, вначале мы, ну вот здесь заново восстанавливали потерявку, 91-й год-то. У Оси было пять лет. Устинов и Оси. Устинов, он строится сейчас здесь, на правой стороне уйдешь у него. Сейчас посмотрю. Ну, его как-то он ходит за Павлом. Павел-то не слышит. Он надоел, крещит там что-то. Он отошел, заплакал. Никто меня не любит. Я говорю, как не любит-то? Ты же играл такой, как Шарик. Точно такой же. Собаченка была. Я назвал Карай. Карай, это значит воинственный. В переводе на русский язык. Карай тебя любит. Он сразу подошел, обнял. О, Карай, ты меня любишь. Карай, ты меня любишь. Вот эта обстановка любви, она заключается не в потворствовании, а в том, чтобы человек почувствовал, что он нужен. Я говорю, Ося, он вот поэтому, поэтому так. А ты знаешь, что есть еще, кроме людей, есть ангелы-хранители? Да. А ты знаешь, кроме ангелов-хранителей есть демоны? Ну да. Так вот здесь у нас есть клуб. Кино показывали. И они там есть. Видишь, у меня корябает. Массаж делают. Такие полосы остаются. Я говорю, как батюшка ляжет спать, мы с тобой будем ходить к этому клубу, на дороге стоять, и крестить, и молиться на изнания демонов. Мы воевать пойдем. Будешь? Буду! И мы каждую ночь с ним ходили и молились. И теперь там храм Божий. Люди-то знать некоторые не знают. Вот был клуб колхозный. Там демоны были. Я немало не сомневаюсь. И мы приходили, стояли зимой. Это зимой. Снег вокруг. Мы придем двое. Шапки долой. И стоим и молимся на клуб. И сгони демонов, чтобы здесь слово Божие звучало. Все так и получилось. Надо верить в это. И вот в этом, ребенка в этом вывести. Как говорит Серафим Саровский, чтобы ум плавал в Евангелие. Евангелие подтверди. Потому что все это временное. И всему придет конец. А что для Бога ты сеешь. И особенно то, что приведет в Царство Небесное. Это неоценимая и имеет помощь для того, кто придет туда. Он оправдается и тебя потащит за собой. Господи. Он для меня столько сделал. Прости его. Так что готовься. Дай Бог, чтобы у меня была такая душа, для которой я столько сделала. Да. И потянула меня в Царство Небесное. Давай с Богом. Давайте. Еще увидимся. У храма-то увидимся. Ладно. Все, поехала там. Подарки раздавать. Давай. Это много более подарков. Ну. Надо по всем же штрей. Рыба приплыла к нам. Да. Выйди туда. Накрывай, Володя. Шарик. А, шарик. Шарик наш шарик. 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 Ой. Все. Я не могу сказать. Я не могу сказать.